Всем привет! Хочу вам рассказать про прикольное приложение Cashflow Brands называется. Очень удобная система. У меня Вика покупает постоянно в интернет-магазине себе косметику, заказывает. Здесь очень удобно, потому что от покупки, от той стоимости, на которую вы делаете покупку, возвращаются проценты суммы денег. И вы можете их вывезти в любой момент, начиная от одного рубля. То есть не нужно собирать никакую сумму. Очень вообще, ну, мы довольны. Здесь очень много магазинов, которыми можно пользоваться. Элиэкспресс, например, Лабиринт, потом Розетка, очень распространенная. Многие пользуются им. И много-много других. Ну, очень удобно. Вот, у Вики есть это приложение, она все время пользуется ним, и я тоже. Вот так очень удобно. Вот, заходите в любой магазин, например, в Розетку заходим. Вот, здесь до 4% кэшбэк. То есть это от суммы, на которую вы покупаете, делаете, ну, покупку в этом магазине. Вот от этой суммы 4% вам возвращается. То есть вы можете их вывезти. Вот, и себе заказываете. Вика пользуется, например, ну, покупает постоянно. В магазине Никс тоже очень удобно. И у нее себе копится, копится. И она потом может их вывезти. Здесь разные способы оплаты есть. Сейчас я их покажу. Вот, здесь все легко, все доступно. Все очень понятно, что мне нравится. Вот, например, мой кэшбэк. Вот у нас уже есть текущий баланс 2 тысячи. Вот, заходите, получите деньги. И здесь вот, на телефон разные способы оплаты. На карту, перевод в ВК даже есть. Ну, в общем, разные способы, ну, как можно вывезти деньги. Это лучшее мобильное приложение среди кэшбэков на Android и iOS. Кэшбэк накапливается реальными деньгами. Это не банковские какие-то счета, которые могут сгореть или что-то с ними случится. Поэтому можно получить реальные деньги кэшбэком. Вот, так что очень, кстати, очень-очень рекомендую. Я оставлю, кому интересно, я оставлю ссылочку в описании именно этого приложения. Так что заходите, регистрируйтесь, пользуйтесь. Ну, рекомендую. Тур, долго мною обещающий. Я все-таки, наконец-то, решила его снять. Вам, правда, я же говорю, я сразу покажу вам, что нам еще нужно докупить, что мы уже купили. Но, то есть, еще не укомплектовано все. Викина комната не укомплектована. Ну, я вам расскажу, чего она хочет, как там сделать. Поэтому, вот я в подъезде, начинаю с коридора. Вот, коридорчик здесь небольшой. Здесь у нас одна полочка уже для обуви есть. Это тут еще пакеты с обувью, некуда их ставить. Здесь тоже будет еще у нас вешалка с полкой для обуви. И хотели еще здесь зеркало сделать, но посмотрим еще за зеркало, я не уверена. Вот, и дальше вот здесь вот такая вот у нас арочка. И мы заходим, получается, в зал. Вот это зеркало. Это вы уже все видели, в принципе. Вот, значит, сейчас жалюзи открыты, кстати, покажу. Вот это такой зал, кухня-студия, сразу переходящая в зал. Вот, это выход, я вам показывала уже во влоге, на крышу. Там мы тоже хотим сделать, там мы хотим сделать, поставить палеты деревянные. Вот здесь вот, скорее всего, под окном. Здесь такая более ровная плоскость крыши. Вот, столик, стульчики и зонтик. В общем-то, в принципе, такую зону отдыха. Ну, это стол у нас, типа, когда гости придут, мы его достаем. Ну, и кухня. Это вы все уже видели. Кухня. В общем, пошли по комнатам. Кухню видели, это все увидели. Холодильник там, тумбочки, плита. Викин телефон заряжается. Вот. Так, ну, начнем с Назара комнаты. Сейчас я к нему постучу. У нас все приучены стучаться. Молчит. Обычно он говорит, заходи. Так, Назара, я надеюсь, у тебя... Да, постель, конечно, у нас не убрана. Ну, извините, не буду я ее сильно показывать. Это Назара комната. Тоже жалюзы сейчас открыты. У него окно выходит тоже на крышу. Вот. Вот такая вот Назара комната. Это его ноутбук, письменный стол его, обклеенный. Мы перенесли. Там пока ничего нету. Там еще книжки всешкольные, это все мы не принесли. Еще лампочка. Здесь можно на лампочку присесть. Да, это у него седулка там. Ну, в общем-то, это Назара комната. Все поняли, что комната выходит вот с этой. Вот она, да. Так, теперь идем. Самое крайнее от входа в квартиру. У нас моя с Сережей. Комната. Сережа валяется. Да валяйся. Валяется с наушниками. Так, это наша комната. У нас здесь балкон большой через всю комнату. И такая вешалка у нас. Цепляет там еще у Викина окно, у Викина комната. Вот такой шкаф у нас здесь находится. Сейчас, подожди. С зеркалом. Вот. Ей всех привет. Иду на балкон. Так, сына. Учух наш. Так, ну идем на балкон. Идем на балкон наш. Балкон. Это Сережины инструменты. Вот. Чемодан. Мы хотим сюда еще взять тумбу. Такой шкаф аккуратный, чтобы Сережка мог туда инструменты все спрятать. И рулеточка. Чтобы измерять назарчик. Да, это назарчик измерять. О, давай, кстати, померяем твой рост. Потому что кто-то спрашивал в этом, в комментариях. Я написала, да, 156, как я и писала, собственно. Метр пятьдесят шесть. Это нормально? Так, вот такой вот у нас балкон большой. Там сушка. Вот. И выход во двор. Окна выходят. Балкон выходит на двор. Назар, перестань. Вот такой балкон. И здесь окно Викину комнату тоже на балконе. А еще мне здесь нравится, знаешь, что вам? Широкий подоконник. Берешь какао. Садишься. Господи. И вот так попиваешь, смотришь. Не надо только на эту сетку опираться. Они выпадают. И смотришь на этот. Так, все. А теперь идем в Викину комнату. Все очень хотели посмотреть ее комнату. Но у нее там пока минимализм, я бы сказала. Потому что она хочет очень много. А! Еще туалет, ванная. Ну, короче говоря, это Викина комната. Викина комната вот так вот, как бы, вот она туда. За куточек идет. Да, фиолетовый плед. Это ее любимый цвет, кстати. Это ее рабочее место. Ноутбук. Вот такой вот полка у нее здесь. Там ее часть каких-то. Ага, косметичка. Там всякие кисточки. Кисточки. Свечка. Это, кстати, свечка у нее. Это люстра. Люстра прикольная, да. Трехцветная. Вот, значит... Значит, что у Вики здесь еще будет? Вот здесь у нее будет комод. Черный она хочет. Она хочет сделать все в черно-синих или фиолетовых тонах. В черно-фиолетовых тонах. Два цвета. У нее будет, значит, черный комод. Здесь она хочет поставить еще вешалку такую для одежды. И она хочет шторы фиолетовые. Вот. Что ты еще сюда хотела? А, и стол вот этот компьютерный поменять, да? Хочет стол поменять тоже на черный. Вот. А еще у нее вот такое зеркало в форме девушки. Большое такое. Во весь рост зеркала. Господи, у меня коленка щусанная. Видно. Так ужас. Вот. В общем-то, вот это Викина комната. Все увидели? Большая кровать у нее. Так, от Викиной комнаты мы выходим. И здесь у нас туалет. Такой себе обычный туалет. Надо накрыть. Накрыть. Вот. Обычный маленький жаркий туалет. Так. И ванная. Ванная. Такая ванная тоже нам нужна. Там у меня замоченная чуть-чуть стирка. Мочалка. Душ. Мы хотим тоже поменять эту, вот эту вот штуру. Для ванны. И там у нас мыльная, рыльная, полочка. Зубные пасты, щетки. Какие-то Викины для смытья, мытья макияжа. Ой, надо лампочку поменять, кстати. Перегорела тоже тут лампочка есть. Бойлер. А вот эта корзина для белья Вика покупала. Это тазик для мытья полов. Мы держим. Там порошок, швабра, стиральная машина, полотенце. Полотенце. Ну и, в общем-то, сюда мы тоже хотим поставить такой пластиковый с ящичками, как это, шкафчик такой пластмассовый, чтобы туда много вещей попрятать. Нам нужно порошки, там шампуни, мыло лишнее. Вот эти все женские станки, всякое такое, женские принадлежности. Вот. Ну, в принципе, все. Все показала вроде бы. Выход вы видели. Вот такая вот у нас, в принципе, квартира. Все. Вот коридор, как отсюда выглядит. Вот здесь тоже, я не знаю, я хочу, там висела такая, как не штора, я даже не знаю, как это назвать. Пластиковая такая. Вот я думаю, что-то повесить туда, отделить коридор или нет. Вика не говорит, не надо, так будет прикольно. Может, вы посоветуете. Стоит сюда что-то вешать. Вот. Вот. Именно конкретно вот эту вот арку как бы закрыть. Мне кажется, было бы уютно. И вот туда мы тоже мы хотим на окно штору повесить. Такую вот на угол. Вот так вот будет комфортнее. Вот. И, в принципе, все. И у нас, у нас в комнате, я не знаю, я пока не хочу вешать, хотя корнис висит, но я не очень люблю шторы. Мне лучше жалюзи. Ну, посмотрим. Мне кажется, уютнее будет со шторой. Вот. И нам еще хочу с Сережкой сюда в комнату по обе стороны поставить тумбочки, кстати, тоже купить. Будет классно. Даже телефоны или ночник положить, или зарядки те же. Зубы в стаканчик. Он шутит сейчас. А то тебя сейчас серьезно воспримут. Вот. Ну, в принципе, все. Самое главное я забыла вам показать, какие картины мы выбрали. Значит, вот эту картину выбрала я. Мне она очень понравилась. Мне кто-то в комментариях эту картину, кстати, тоже выделил. Поэтому у меня с вами мнение совпало. Мне очень понравился этот домик. Я прямо, ну, вживаешься. Вот на нее смотришь и вживаешься в эту картину. Ну, вот туда, представляешь себя. Вот там, в этом доме. Это небо, эти поля, обчайки. То есть, как бы можно дофантазировать, что там речушка есть. Просто ее за холмом не видно. Вот. И эту выбрала я. А Сережка выбрал... Он выбрал вообще там другую, космос. Вот ту космос ему понравилась. Кто видел в прошлом влоге. Но к нашему интерьеру здесь он... Ну, она не очень, мне кажется, в общем-то пошла бы. Поэтому и вторую, ну, Сережка выбрал вот эту. Ну, конечно, так как он любит воду, речку, рыбалку, то, соответственно, он эту... Вот. Еще мы хотим купить рамочки для них. Вот. Вот эту картину мы хотим вот здесь и оставить. Только рамочку на нее повесим. Вот. Она получается, как бы, когда на кровати лежишь, вот можно на нее смотреть и мечтать. Вот. А вторую картину... Сереж, помоги мне, пожалуйста. Смотри, где мы с Викой ее хотим повесить. Вот это зал, получается, у нас, да? Сейчас включу свет. Мы хотим ее повесить вот здесь. Она, мне кажется, здесь классно. Вот. В уровень с зеркалом. Купить такого же цвета рамочку, как вот зеркало. Вот здесь. Вот. Нет. Она именно высоко, мне кажется, не будет смотреться. Ее вот надо, чтобы взгляд на нее упал. Ну, не знаю. Может, и выше. Ну, короче, пишите в комментариях. Вот это наш выбор. Ну, картина вообще шикарная. Вот. Я подойду ближе. Очень красиво. Танюха, талантище. Спасибо. Так она еще и тут подписала нам. Вот эту она подписала. Моим любимым цуканчиком. Всем. На долгую память и на... Счастье. И на счастье. Июль 10-е число 19-е. Июль 10-е число 19-е. Ну, это вчера было. А здесь она, на моей, она подписала чуть-чуть по-другому. Сейчас я прочитаю. Ларочка, с любовью от меня. На счастье, дорогая. И дата. Надо еще написать Танюха. Спасибо. Подруга с детства. Вот. Так что чуть не забыла картины свои показать. Уже мои. Теперь мы будем смотреть на них и Танечку нашу вспоминать. Очень мило вообще. Мне аж плакать хочется. Господи. Они так редко приезжают. Да некоть. Кстати, ну, как вариант, но мне кажется... Я вот там думала под кондиционером, но там просто... Я хочу часы все-таки повесить. Забрать наши часы с дома. Не, возле телевизора точно нет. В общем, мы пока еще думаем. Ну, приоритет на вот эта стенка пока в приоритете. Но я думаю, может, все-таки я придумаю в другое место куда-нибудь часы. Большие мы хотим повесить. Вот. Неудобно без часов. Где-то хочется время смотреть. Вот. Если мы придумаем, куда часы прилепить, то я, конечно, ее туда, может быть, вон, под кондиционер. Там даже есть уже на что цеплять. Так что вот так. Вот все. Всем пока. До новых влогов. Завтра, кстати, завтра я планирую... Ну, не знаю, насколько получится у Лены, у Нади, у Лены, Костика, у всех, в общем, их. Приглашала их я к себе на завтра в гости. Вот. Надеюсь, что ничего не помешает. Поэтому, если все нормальные гости состоятся, то в следующем влоге вы увидите уже наш праздник. Ну, все. Всем пока. Всем спасибо. Подписывайтесь. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.